Уважаемые любители моих небольших роликов, сегодня у нас очень такой занимательный проект, освучивается, который, собственно говоря, посвящен науке. И называется он, соответственно, инфранаука. Такая маленькая-маленькая, еле видная. Но поскольку она адресована тем, кто о ней кое-что слышит, получается так, что она наносит колоссальный вред развитию человечества. Но только в том плане, в котором это человечество хочет себе испортить жизнь. Как же всё это устроено? Надо напомнить, что это изобретение не последнего времени, а давным-давно сложившаяся практика. Ну, напомню о самых известных за последние три десятка лет событиях, которые так или иначе связаны с наукой. Ну, самые известные события – это, конечно, озоновая дыра. Да, некоторые популяризаторы науки вдруг неожиданно на ровном фоне озаботились дыркой над Антарктидой, которая в озоновом слое вдруг стала с их точки зрения расширяться. Это оказалось так важно и так нужно, что тут же об этом раструбили на весь мир. Неожиданная реакция для, в общем-то, научной догадки, которая не была проверена во времени. Может, это дорасхлопывается, может, расширяется. Нет, было доказано. Учёными, вы понимаете, какими. Научными популяризаторами о том, что именно эти явления и приведут к расширению озоновой дыры, и она расширится на всю планету, потом лишит нас защиты радиационной, и мы все погибнем в страшных корчей от онкологических заболеваний кожи. Ну, всё понятно. Космическое излучение будет вызывать у нас дефекты кожи, и всё, и конец. Ну, в общем, дело пошло на лад. И постепенно к этому прислонился и ООН, и Всемирная организация здравоохранения стала активно морщить лобик и говорить, что всё погибло и пропало. И есть научные данные. Эти научные данные, как вы понимаете, строились на хорошем финансировании некоторых популяризаторов от науки фирмы Дюпон. А почему? Потому что к тому моменту, к 80-м годам, уже Фреон потерял защиту патентную. А изобретён он был, напомню, в 1931 году, и фирма Дюпон сделала на нём колоссальные деньги. Ну, это и аэрозоли, это и холодильные установки у холодильников. Подскажу, что в результате этой операции только по холодильнику Дюпон в те далёкие 80-е годы сняла полмиллиарда долларов. Но не важно. Важно, что Фреон вдруг неожиданно оказался очень вредным. А в чём дело? Учёные показали, что именно Фреон опасен. Хотя он самый безопасный из всех веществ этого класса. А фирма Дюпон предложила его заменить массой веществ, которые были защищены патентами. Просто хотела увеличить доходы своей фирмы. Больше ничего. Обращаю внимание, ни один популяризатор не пострадал. Но в результате фирма обогатилась на многие миллиарды долларов. А, собственно говоря, запретительная система, которая запрещала использование Фреона, она была, так сказать, всемирно поддержана. Так что Дюпон процветает до сих пор. Пожалуйста. Думаете, на этом останавливаться? Нет, есть ещё масса вещей, которые делались так же точно. Благодаря учёным. И в некоторых проектах на моих глазах участвовали очень выдающиеся учёные. Наши страны, я имею в виду. Приведу пример. У нас даже выпускались книжки под таким названием. Назывались «Силикозы». А в чём дело? Кажется, ну действительно опасное заболевание. Там люди гибнут просто налево и направо от силикозов на этих самых ужасных карьерах, где добывают азбест. Ну всё ужасное. Но дело в том, что из трёхсот наиболее опасных веществ почему-то был выбран именно азбест. А в чём дело? Мы опять возвращаемся к той же проницательной фирме, которая поддерживает научные разработки во всём мире и финансирует заодно и политиков, и учёных, и журналистов. И опять маленькая и очень липовая наука, которой вооружились популяризаторы, оказала очень большую экономическую поддержку фирме «Дюпон». Дело в том, что как раз к этому моменту фирма «Дюпон» придумала новый заменитель азбеста. Это вещество под названием «Номекс». Но он подороже, его же надо как-то продавать. Тогда было что придумано. «Номекс»-то был нужен, потому что запасы азбеста в Европе, которыми, кстати говоря, занималась в основном эта фирма, они подходили к концу. Надо было что-то придумывать. Вот, значит, опять были наномниты крупные учёные, недорого, и популяризаторы, журналисты. Ну, это понятно, вся эта шушера безмозглая, она сразу прибегает на шелест. И вот этот «Номекс» решили протолкнуть. Но тут несчастье возникло. Оказывается, этого самого азбеста в СССР полным-полно. И спокойно могли завалить весь мир этим азбестом. Но тогда надо было с СССР как-то справляться. И справились. Опять-таки, учёные сыграли свою зверскую роль. То есть, что они сделали? Они стали доказывать, что азбест и силикозы – это одно из опаснейших и очень распространённых заболеваний. Тут же связали с этими заболеваниями тяжелейшие формы онкологии. Я сам слышал эти диссертации, когда выходит, значит, слабоумная такая девица и несёт ахинею, которую пишет в выводах своей диссертации, заимствованную просто из популярных, ни до что не отвечающих статей западных журналистов. Ну что вы, наших академиков, чиновников от науки, повозили по Западу, поучаствовали в конференциях по силикозу, и наши тоже дружно стали вопить о том, что да, конечно, азбест – это очень опасно. И до сих пор иногда, общаясь с строителями, вдруг слышу, азбест – это так опасно. Это такие ужасы. Короче говоря, Дюпон прикрыла эту лавочку в очередной раз и стала продавать в Европе Номакс. Ну, как вы понимаете, чиновники, покатавшиеся в СССР за границу, полностью это поддержали. Вот так научные заказные исследования решают финансовые проблемы. Но, как говорится, нет дыма без огня. И самое интересное, что самая большая Панама произошла вот только что и на наших глазах. И те события, которые происходят, в том числе и на юге России, они с этим связаны. А в чём дело? Так же, как в случае с стволовыми клетками, клонированием, а в Советском Союзе была собственная гигантская Панама – белково-витаминные комбинаты. Их, кстати говоря, за ними занимался Легачёв и ещё один очень большой учёный, академик, который проложил себе дорогу в науку причинным местом – Овчинников. Вот эти два красавца сделали с нашей наукой то, что, в общем, трудно исправить. А некоторые современные журналисты, не отличающиеся особым интеллектом и знаниями, это повторяют. Что же произошло? У нас такая Панама была. Съездил господин Овчинников с прихлебателями в Англию, увидел, как из отходов сельского хозяйства, то есть, ну, там, обрезки растений, жневьё, там всякие перемолотые остатки растительного дела перерабатываются дрожжами генно-модифицированными в липиды. Кстати говоря, их очень много в нашем хлебе, масле и прочее. Это так называемые животные жиры, которые получаются из генно-модифицированных дрожжей. Так, для справочки. Мы закупаем их на Западе в тысячах тонн. Так вот, возбудившись, господин Овчинников, который, как известно, хотел стать артистом, но потом понял, что в науке артисту дорога более широкая, и стал чуть не вице-президентом. Кстати, его именем назван институт. Так вот, вернувшись из Англии, он решил, что зачем нам перерабатывать там какие-то растения, остатки сельскохозяйственной продукции, когда можно взять то, то, что у нас чего полно, это нефть. И начать, значит, с помощью этих дрожжей перерабатывать эту самую нефть в гигантских количествах и решить проблему белка в СССР. Чувствуется большой ученый ум этого человека, который хорошо известен в узких кругах, поскольку, когда ему исполнилось 50 лет, в Академию наук выкатили такую огромную сетку из-под картошки, забитую его трудами. Он положил руку, и вот эта фотография обошла многие мировые научные журналы. Потому что они удивлялись, как человек, будучи директором крупного института, публикует по 500 статей в год, и из них по 20 монографий. Многие интересовались, а знает ли он название, под чем подписывается, и подписывается ли он вообще, или там резиновый, общинник работает. То есть вот эта анекдотичная личность, напару с Легачевым, который тогда строил Томскую область, умудрились создать вот эти самые белково-витаминные комбинаты. Их было построено в стране два. Один еще там на территории сегодняшних противников. Что же они делали? Они брали нефть, сбраживали ее, как бы, и потом начинали кормить. Но сначала, слава богу, ума хватило на животных. Я не хочу рассказывать, и тем более показывать, картинки. Как парафины во внутренних органах свиней где локализовались? А это я видел собственными глазами. А вот что они делали с людьми, извините, мне неизвестно. И я говорить просто так не буду. То есть, иначе говоря, все это оказалось чистой профанацией, научной фикцией, на которую были потрачены миллиарды рублей, совершенно бессмысленно и бесполезно. Никакого белка из нефти получить не удалось. А все эти измышления просто нужны были для того, чтобы придать собственному институту и научному направлению биотехнологии, когда они как раз заводились, вот этот вот маразматический антураж. Позор, конечно, страшенный. Что тут говорить? Но я не к этому. Это мелкие примеры по сравнению с тем, что западная наука сделала сейчас. Сейчас это вообще бесподобно. Дело в том, что когда началась вся эта история довольно много лет назад, с зеленой энергетикой, и вообще там позеленевшие пацифисты и гуманисты, значит, набросились на бурый уголь, на антрацит, на газ, на нефть, значит, и решили все запретить и истребить, они вложили деньги во что? В так называемую зелененькую экономику. Вот такую. Значит, зелененькая экономика по идее должна была заменить все на свете. И насыпали ученым, и в первую очередь, конечно, модным ученым, то есть популяризаторам, те самые, которые очень много говорят, и ничего не делали никогда. Ну, как у нас таки есть. Исследователь партняжного метра и теоретик в области мозга. У нас таких хватает. Вот. Эти ученые, конечно, взялись. Ну, как за стволовые клетки, вы же понимаете, деньги-то безумные. 40 триллионов долларов было в карманах владельцев проекта, которые пытались их умножить. Ну, за счет зеленой энергетики. Для этого надо было что? Занять производство аккумуляторов, систем солнечных батарей, ветровиков и так далее, и так далее. То есть так, чтобы вся планета, после того, как ООН принял очередной псевдофарионовский закон, ну, запрете дыма, можно было бы после этого этим торговать всю оставшуюся жизнь, умножая свои капитальцы. Так вот, эти популяризаторы модненькие и крикливенькие, и такие же безграмотные, набрали денег, дали им очень много. И сказали, все прекрасно, мы сделали все, остался последний шаг. Но они так всегда рассказывают, что вот еще одно движение ягодичных мышц, и мы с вами будем у решения проблемы. Естественно, они так и сделали. Им надавали денег, и поскольку уже научные разработки были полностью на мази, там водородная энергетика, там рапсовый бензин и прочая всякая тахинея, значит, которая хороша, но дороговато пока, ну, где-то в 10-12 раз дороже. Значит, они решили, что сейчас вот и солнце взойдет. Что же произошло на самом деле? На самом деле, как всегда, научные исследования такого рода направлены на политиков того же рода, то есть посредственности обладателей первичного сознания, пролезших благодаря родственным связям, там, нижней части тела или еще каким-то способом во власть. Они, естественно, ничего не понимают так же точно, как и популяризаторы науки. Эти им поют, у нас зеленая экономика, завтра наступит. Они слышат и все, принимают соответствующие, а здесь очень важно, политические решения. Что же произошло? А произошло прекрасное событие. Они начали, как Михаил Сергеевич Горбачев, перестройку своей социальной и политической системы вне экономических оснований. То есть они стали запрещать традиционную энергетику в пользу зеленой. Вот это активное дело захватило весь мир. Но фокус-то оказался в чем? Что раньше просто чиновники или управленцы больших фирм обманывали все человечество, включая ВОЗ, включая ООН. А здесь такие же точно безграмотные ученые обманули их. Получилась двойная ложь. внизу лживые ученые, занимавшиеся так называемой разработкой технологии зеленой экономики, а наверху такие же, точно такие же интеллектуалы с первичным сознанием, но уже чиновники среднего класса, которые хором пели, значит, прикидывая эти деньги, которые не смогут слупиться всего человечества, пели о прелестях зеленой экономики, экологии и всего остального. То есть, таким образом, двойной обман не состоялся, потому что обманывающих обманули такие же точно жулики. А из-за чего? Из-за того, что и у тех, и у других ничего, кроме первичного сознания, то есть, того самого, которое когда-то сделало из мартышек процветающих приматов, но не более того. То есть, ни осознанного мышления, непроизвольного осознания происходящего, ни способов сравнения и анализа внешнего мира они осуществить не могут. Поэтому они спокойно верят таким же, как сами. Вот в результате всего этого и начался тот гигантский экономический кризис, который, конечно, в первую очередь лежит в рамках экономических процессов, которые такие же дураки не пытались исследовать. Но об этом Михаил Хазин хорошо рассказывает. Он прояснит, кому интересно, в чем там глупость и почему. Это выглядит уже просто похожим на анекдот. Европейская зелененькая экономика на сегодняшний день имеет промышленную инфляцию в 40%. Ребята, а кого вы будете есть там? Наверное, будете жевать свои ветровики. Мало съедобные, кстати говоря. Поскольку ни еды, ни энергетики вот этот двойной обман не предусматривает. Поэтому я завершаю свой кратенький рассказ, должен сказать, что да, конечно, наука движется. да, конечно, мы совершаем иногда некоторые открытия. Но она ничтожно мала, то есть такая инфранаука. А вот популязаторы вокруг этого всего и чиновники, которые научились зарабатывать на мистификациях околонаучных, их гигантское количество. Но то, что они дискредитируют саму науку, это понятно. То, что они под сурдинку передовых научных разработок просто тупо воруют деньги, это тоже понятно. И то, что таких носителей первичного сознания, а это много, это практически средний класс, только он не трудящихся, ожиреющих. Но вот, конечно, придется в ближайшее время менять, ну, просто для того, чтобы их не есть. Иначе они могут нас довести и до этого градуса самоуничтожения. На этом, уважаемые слушатели. До свидания. До свидания.